Лада, я вообще вас слышу. Я слышу прекрасно. Предлагаю, как мы построим наше сегодняшнее общение. Пишу пятерку. Ага, да, вижу. Есть троечка, есть пятерки. Ну, на самом деле, когда совместный эфир, на идеальную пятерку рассчитывать, мне кажется, не стоит никогда. К сожалению. Да, Анна, я предлагаю, чтобы вы сказали пару слов о себе. Потом немного по сегодняшней стерени, арт-терапии, что это вообще такое. И в конце мы, конечно, сможем ответить на вопросы учителей и читателей. Да, спасибо, Влада. Давайте начнем. У меня на самом деле много для вас приготовлено. Я говорю чуть помедленнее, потому что, когда прямой эфир, там есть большая задержка, чем когда я одна. Я Анна Букина-Кровец, арт-коуч. Не просто арт-терапевт, а арт-коуч. Помогаю решать вопросы с помощью рисунка и цвета. То есть мы рисуем, мы погружаемся в свой внутренний мир, решаем какие-то проблемы, находим ответы на волнующие нас вопросы. Также я использую метафорические карты. Это вот у меня несколько колодц с собой. Если останется время, мы с ними позанимаемся. Метафорические карты – это готовые рисунки, когда они позволяют быстро вытащить из подсознания то, что человек не видит, не слышит, либо же отказывается признавать. И здесь уже рисовать не надо. Именно этим мне нравятся метафорические карты. Что ещё сказать? Я автор четырёх тренингов по правополшарному рисованию, то есть обучая взрослых и детей с нуля до красивых картин. Автор тренинга «Самовыражение женщины. Твои деньги» и ряда совместных тренингов. Приходите, научу рисовать вас, научу вас творить, раскрывать себя, прежде всего раскрывать себя, быть внутренне свободной и ощущать яркость, красоту жизни буквально в каждом её мгновении. Замечательно, Анна. Меня вот почему-то слышно с эхом, поэтому я хотела попробовать поделить наушник. Я слышу, что хорошо, да? Да, может быть, что так будет. Лучше слышно. Лучше, да, слушайте, поставьте плюсики, если не слышно лучше и ушло эхо. Ну а пока я задам свои вопросы. С чего вы обычно начинаете арт-терапию с тем, кто обращается к вам? Есть два момента, два момента настройки. Во-первых, мы формируем запрос, что мы хотим проработать, какой вопрос решить. И, соответственно, не просто решить, а как я пойму, что вопрос решён. Потому что арт-терапия, она действует тонко, деликатно. И здесь скорее происходит самый первый такой импульс и понимание, что проблема решена на уровне чувств. И лишь потом преобразуется пространство, да, то есть мы работаем с собой, со своими внутренними энергиями, со своими убеждениями, которые сидят в голове. И изменив убеждения, изменив внутренний настрой, я верю, что проблема решена, я начинаю действовать по-другому, и всё это подтягивается в действительности. То есть на какой-то короткий промежуток времени, на время сессии, результат именно выражается в том, что человек для себя определит, да, в чувствах, как он это поймёт. Это первый момент. И второй момент – мы настраиваем тело, настраиваем тело на работу, там работа идёт с дыханием, гимнастика, чтобы человек расслабился, чтобы он настроился на то, чтобы слышать отклик изнутри себя, чтобы вытаскивать, да, потому что очень часто, во-первых, человек приходит, он может закомплексованно, какой-то момент недоверие есть, что а получится ли, а там вот решу ли я проблему, причём недоверие даже не столько ко мне, может быть, к себе, что у меня это не получится. Вот мы снимаем это внутреннее напряжение и формируем как раз-таки цепочку между собой, между своей головой и сердцем. Вот это у нас вторая настройка, с чего я начинаю всегда наш сеанс. А в каких проблемах может помочь арт-терапия, с какими проблемами обращаться? Ну, арт-терапия – это настолько уникальная и универсальная штука, которая может помочь буквально действительно в каждом направлении, в каждой теме, потому что существует масса техник, существует масса способов, масса материалов, да, и можно решить проблемы с деньгами, проблемы в взаимоотношениях, проблемы с саморазвития, проблемы карьерного роста, проблемы, проблемы, проблемы. И даже не просто проблемы, а просто внутреннее ощущение, вопрос стресса, да, человек в стрессе сидит, ему хочется раскрыться, освободиться, это тоже помогает. За что ни возьмись, ни коснись, всё это арт-терапия поможет решать. Причём очень интересный такой момент, хочу поделиться интересным фактом моим наблюдением. Я был в прошлом маркетолог и, соответственно, анализируя, что там происходит там, да, в других странах и на Западе. На Западе, в Америке, арт-терапия – это в основном сосредоточено на… либо вот такая вот лечебная в клиниках, либо же рисовали, да, порисовали, и стало хорошо, и всё. Здесь, в России, это более глубокий подход по подключению психологии, работаем именно с внутренним состоянием и подключением телеса, то есть более обширный подход, именно поэтому можно решить, ну, практически любой запрос. То есть на сеансах рисовать не нужно? Нет, рисовать нужно всегда, не только на сеансах, потому что это очень такой полезный физиологический процесс, там работает мелкая моторика, работает. Мы рисуем, ну, в зависимости, опять же, от запроса, да, я подбираю те или иные техники и те или иные материалы, потому что я лично сосредоточена сейчас на изотерапии, то есть работа через рисунок. А арт-терапия – это исцеление искусством, когда вот даже просто созерцание, вот вы, Влада, вводите людей по музеям, это уже тоже исцеление искусством. Созерцание красивых картин – это тоже исцеление искусством. Это работа, ну, как вот, есть разные направления, пескотерапия, да, вот с песком, глинотерапия, сказкотерапия и так далее, даже фототерапия – это тоже терапия, тоже исцеление. Я же работаю через рисунок, и здесь вот два варианта. Либо мы рисуем что-то, прорисовываем свои чувства, свои эмоции, либо создаём энергетические картины, либо же работаем с метафорическими картами, вот как я уже показала, это уже готовые рисунки. Колод – огромное количество, много-много-много, и под запрос мы просто подбираем ту или иную колоду и работаем уже с готовыми рисунками, не рисуем. – Ну, а как вот, допустим, работает метафорическая карта? Ну, вот, допустим, человек обратился с проблемой, вы решили обратиться к картам. – Хорошо, метафорическая карта – это прям вот отдельный процесс, отдельная консультация, я веду, где прям несколько колод, мы формируем запрос, да, что у меня есть такая-то проблема. Хорошо, вот как показал опыт, да, порядка 10-15 минут нас уходит на то, чтобы мы более конкретно сформулировали задачу и запрос, потому что вот у меня проблема с мужем. Хорошо, а что им не устраивает, да, начинаем копаться, найдём, что не устраивает, и потом, что мы хотим решить. Я хочу наладить отношения, я хочу конкретную ситуацию, чтобы муж себя вёл так вот. Ну, то есть начинаем уточнять, это первый момент. Потом, в зависимости от того, какой запрос мы сформулировали, закрываем глаза, человек снастраивается собой и проговаривает этот запрос вслух. И мы вытаскиваем карты, допустим, ну, если это колода, просто говорю, там, 88 карт, какую карту вытащить, да, человек говорит 44, я отсчитываю, показываю ему, и происходит работа. Вот, например, колода эмоции, да, например, ну, чтобы не быть голосом, на котором можно вопрос, что я буду чувствовать, если я пойду на такую-то работу, у меня есть какой-то сложный выбор, да, и принять его или не принять, там, принять какое-то решение или нет. Что я буду чувствовать, если я скажу «да», что я скажу «нет», и что я буду чувствовать, если скажу «да». Я вытаскиваю и начинаю смотреть, что там изображено. Вот она, вот, я поближе эту картинку сделаю, и первые мысли, первые эмоции, первые ощущения и ассоциации как раз-таки и будут ответом на вопрос. Что такое метафорические ассоциативные карты, да, вот само название, метафоры. Мы работаем через метафоры. Как то, что отображено, соотносится с моим запросом. Ассоциации, какие первые вот ассоциации возникают, да, потому что ассоциации, вот, если мы давайте, давайте проведем такой вот тест. Я вытащу карту, и пусть зрители напишут, что они, какие ассоциации вызывает эта карта. Вы наглядно увидите, что у каждого человека своё. Итак, вы пишете не то, что вы увидели, а именно ваши ассоциации, ваши вот чувства. Я сейчас вытаскиваю карту, показываю её вам. Не надо мне перечислять, что вы видите, а именно ваши ассоциации, ваши первые чувства, мысли, эмоции. Вот этот момент очень важен, и он как раз скрывает наше подсознание, скрывает, позволяет найти то, от чего мы прятались, и что мы, ну, в чём мы не хотели себе признаваться, да. А может быть, мы не просто не хотели, мы просто не видели, да, слепое пятно, потому что надо же из подсознания вытащить, когда мы в своей кастрюле с компотом варимся, или как белка в колесе в своём колесе крутимся, мы не видим, что там в окружающем мире, да. Мы не можем в позицию наблюдателя встать. И вот карта как раз позволяет это сделать. Напишите, пожалуйста, что вы видите, что вы чувствуете. Да, не стесняйтесь, спешите. И мне интересно, как можно отнести эмоцию с проблемой. Да, ладно. Ну, правильно, что вы сами увидели, что вы почувствовали тоже, скажите мне. Ну, вот красный фон здесь какой-то страх, агрессия, негативная эмоция. А для кого-то красный цвет, это наоборот, это будет какой-то прилив энергии, потому что красный цвет, он вот такой, он даже не двоякий, многообразный, да. Всё у нас есть хорошее и плохое. Вот, месть, ага. Может быть, прилив энергии, может быть, какое-то решение, как раз-таки вот оно местьское, с позиции того, какой у нас запрос был, да. Месть кому? Может быть, наоборот, решить вопрос, уже поставить точку, отомстить. Так, вот я смотрю, ага. В ответ я вдаваю, очень хочу познакомиться с дастом, который испытал тоже, что, конечно, он любит искусство, как люблю его я. Я не знаю, это относится к карте или нет. Если это к карте, то это очень интересная ситуация, интересная мысль. Я так думаю, что это проблема. Я так думаю, что это проблема. И предлагаю решить её. Да, тоже вопрос. Это проблема, которую можно решить или что? Ну вот, и получается, что каждый человек не взяла сейчас колоду, где колода именно с абстрактными картами. С абстрактными картами очень интересно наблюдать, очень интересно вытаскивать свои чувства наружу. Вот эмоции, да, мы увидели уже эмоции, чувства, что у нас там, да. Вот когда есть абстракция, что мозгу, нашему мозгу не прицепиться к какому-то конкретному образу, что вот я вижу там люди стоят, да, бочку. И он начинает как раз-таки включать воображение, включать фантазию, а на что это похоже. И вот таким образом идёт работа с внутренним собой, с своим подсознанием. Да, я на самом деле заметила, часто в фильмах показывают вот эти чёрные кляксочки, да, вы про это, да. И каждый видит что-то своё. Это лишь одна из кля... И лишь один из тестов, лишь одна из техник. Поэтому техник очень много, и можно даже... Я проводила в своём аккаунте одно время, ну как игру, брала абстракции известных художников, и что вы видите, да, вот игра. А потом люди в комментариях просто сравнивали, что это, да, на что это похоже, и что он нашёл в этих пятнах, в этих цветах. Потому что даже если вот пятно, оно может иметь... Во-первых, у него какая-то ассоциация с этой формой, на что это похоже. Во-вторых, это с цветом. Свои ассоциации могут быть с цветом, потому что кому-то, например, зелёный цвет – это прям вот хорошо, любимый цвет, замечательный, успокаивает, расслабляет, а для кого-то это цвет болота, цвет какой-то вот без, так же скажу, без спокойствия, и значит, болото почему? Потому что всё замерло, всё погрузилось, всё, никто ничего не двигается. Вот цвет стагнации. Все ассоциации совершенно разные и индивидуальные. Ну какой бы вы вывод сделали в вашей случае с местью? Если вот глядя на картинку с красным фоном, приходит вот это вот чувство. Я не могу сказать, потому что, вернее, никакого вывода я делать не буду, потому что информации недостаточно. Здесь первично то, с чем мы пошли в проблему. То есть какая у нас формулировка запроса была? То есть надо сначала сформулировать проблему, потом уже июж. Да, да, да. Мы можем сейчас либо показательно провести вот сейчас сессию с натворическим картами, либо же мы можем сейчас обсудить то, что мы запланировали обсудить, и потом, если останется время, уже поработать с допросами. Давайте обсудим то, что мы запланировали. Хорошо. Как, допустим, можно справиться со стрессом при помощи арт-терапии? Мне кажется, это актуально для каждого человека, который приходит с работы, или у него наступают выходные, и он не знает, за что схватиться, или пойти там, в данном случае, там, сжечь на манитюр, или что-то постирать, или поехать в лес, или провести время с детьми. Да, Влада, очень такой актуальный вопрос, потому что действительно стресс есть у всех, даже у тех дам или юношек, которые не работают. Потому что, вот смотрите, у нас жизнь такая, у нас ритм бешеный, нужно всё успеть, и как при этом быть успешной, как при этом быть красивой, как при этом быть замечательной, быть интересной личностью. Поэтому стресс есть у всех. И вот этот даже стресс выбора, что делать, когда есть час времени или полчаса времени, что сделать, пойти полежать, пойти книжку почитать, или же поиграть с детьми, это тоже стресс определенный. Значит, что мы делаем? Есть несколько стрессов, есть, вернее, несколько техник антистресса. Самый, конечно, простой вариант, просто берите и рисуйте это вот тем цветом, который нравится, желательно пальчиками. Потому что здесь опять, говорю, подключается мелкая моторика, мы включаем наш правый полушарий, а левый полушарий, который отвечает за стресс, который, в общем-то, и вызывает этот стресс, оно успокаивается. Наша задача. Левый полушарий успокоит. И левый полушарий – это то, которое нам постоянно мысли какие-то крутит, которое бубнит в нашей голове, то, которое, вот границы правильно, вот это правило устанавливали, что это правильно, это неправильно, нужно сделать вот это, нужно сделать вот это, вот это. Это наш левый полушарий. Задача – его отключить с помощью рисования. Мы можем взять, как я уже сказала, краски, и тот цвет, который тянет сейчас им рисовать, это будет уже элемент цветотерапии, не просто арт-терапии. Мы можем взять, рисовать круги, это просто вот круги там наматывать, нарисовывать можно двумя руками. Отлично, вот отлично успокаивает, да, отлично погружает нас, вот фокус на том, чтобы эти круги были ровные, вот чтобы они вот синхронно порисовать. Это тоже вариант. Можно, вот я вам прямо сейчас покажу технику, берём листок бумаги, нём-нём-нём-нём-нём, это вот когда у нас такие эмоции, не просто стресс, а у нас какие-то эмоциональные выбросы, нам нужно срочно успокоиться, да, вот антистресс. Нём-нём-нём-нём бумагу, потом её разравниваем, разворачиваем, и начинаем обводить все вот эти вот складочки, морщиночки, мы начинаем обводить, которые получились, причём обводить не просто так, а закруглёнными краями формы, да, вот так, чтобы было видно. И вот это будет тоже вот вариант антистресса, очень-очень такой вот медитативно успокаивающий. Всё просто, всё легко, всё гениально просто, но это на самом деле так и есть, и арт-терапия – это не что-то такое прям сложное-сложное. То есть рисовать не обязательно умеете? Рисовать не обязательно умеете. Нет, не обязательно рисовать, вот прямо это такие техники, которые помогайки на каждый день. Вот, и здесь для каждого человека, я сейчас пишу как раз книгу для обычного человека, техники на каждый день, когда можно решить тельные запросы с помощью рисования, с помощью вот этих вот техник, да, с помощью, ну, там, простого фломастера, бумаги, карандаша или краски. Всё просто, только делайте. А вот детям как это применительно? У детям, ну, тут отдельный момент про детей, потому что я всегда смотрю в комплексе, да, вот именно позиции наблюдателей, что происходит. Во-первых, с каким запросом пришёл ребёнок, что значит арт-терапия? Терапия – это исцеление, да? И если для ребёнка привели, значит, есть какие-то проблемы, но всегда нужно смотреть на родителей. Какие проблемы у родителей? Вот всегда надо смотреть. И какой подход, какой вопрос воспитания – это один момент, да? Второй момент, что существует серия тестов, которые диагностируют, ну, как состояние ребёнка, что у него происходит в семье, потому что очень часто, ну, даже не то, что очень часто, это всегда ребёнок не может выразить свои чувства, у него просто нету понимания, что он чувствует, у него нету словарного запаса. Вот, кстати, вот эта колода эмоций очень интересна тем, что мы вот со своими, у меня двое детей, мы со старшим ребёнком, мы почти 10, мы играли вот там в того же подкидного дурака, и тем самым вот рассматривали эти карты, да, а вот смотри, что здесь человек чувствует, а что ещё какие здесь чувства нарисованы, проговаривали, да, то есть научить ребёнка чувствам – это отдельная тема. И когда приходит, что вот у нас у ребёнка какие-то проблемы, мы начинаем отматывать историю назад, а где, чего, когда это впервые получилось, и как вели себя родители, как вели окружающий мир, потому что очень часто бывают проблемы там в школе, да, с адаптацией или в садике с адаптацией, то есть здесь не родители, а скорее какие-то моменты внешнего мира, да, вот стоит покопаться там. И в принципе, да, вот арт-терапия, она, ну, те же принципы, в принципе те же принципы, что и со взрослым человеком, только нужно более деликатно смотреть и больше работать именно с родителями. Хорошо. А в плане развития творческих способностей, чтобы вы посоветовали, как можно применять арт-терапию? Допустим, вот хочется творить, но я не умею, да, ни рисовать, ни рисовать, ни танцевать, ни петь, ни танцевать, ни петь, но хочется что-то делать. Ну, конечно, я вас приглашаю к себе на курсы по правополушарнему рисованию, потому что как раз таки правополушарнему рисованию, что это такое, это один из видов арт-терапии. Это вот то, о чем я говорила, мы отключаем наши левые полушарии, да, вот левые полушария, и включаем право. Правое полушарие, это творческое полушарие, оно мыслит образом, оно мыслит хаотично, да, такие вот яркие-яркие вспышки вот там-там-там. То есть не структурируем нелинейно. И когда мы его запускаем, мы идём за рукой, вот за кисточкой, вот мы разрешаем себе творить. Здесь тоже внутренний блок «я не умею рисовать» — это внутренний блок, который идёт из головы мыслей. Когда мы убираем эту мысль, что «я не умею рисовать», причём, знаете, можно убрать, что «я не умею рисовать», а можно сказать, что «я могу рисовать»? Нет. Это вот неравнозначные такие понятия. Я не... Просто вот снять запрет уже человеку, мы можем позволить человеку разрешить выражать себя через краски. И вот методика правополушарного рисования, она как раз позволяет за короткий срок научить человека рисовать внятные картины и научить чувствовать внутреннюю свободу, научить раскрывать себя и хотеть творить дальше и больше. Вот это техника правополушарного рисования. И я с уверенностью на сто процентов говорю, что каждый, абсолютно каждый может научиться рисовать. Я сама, когда закончила художественную школу, я вышла оттуда с таким чётким убеждением, что я не умею рисовать. Вот от слова совсем. Тем не менее, когда меня позвало, когда я погрузилась в энергетические практики, энергия шла, она требовала выхода и закрепления, вот за фиксацией, и через краски я это делала. Я делала сначала абстрактные картины. Я просто разрешала себе творить так, как меня тянет. Вот это один из способов. Разрешите себе брать какие-то кляксы или что-то ещё через цвет. У меня, кстати, есть в записи марафон, абстрактный марафон, где показываю, рассказываю секреты красивых абстрактных картин. И вот это разрешение творить абстракции, что такое абстракция? Это то, что левая полушария не может себе объяснить. Ага, какое-то пятно. Это не человек. Это не дом. Ну тогда я не буду на это обращать внимание. Хочешь балоси. То есть оно вот так вот рассуждает, и оно уходит, перестаёт нам фонить, перестаёт нас оценивать правильно, неправильно, красиво, некрасиво. Потому что вот это я не умею рисовать, что за этим стоит. Страх, что у меня не получится так, как я хочу. Страх, что у меня не получится красиво. Страх, что у меня не получится, чтобы меня одобрили. А ещё, чтобы понравилось окружающим. А ещё страх, что меня не одобрят просто мою деятельность. Поэтому я лучше браться не буду. Вот эти вот страхи. То есть мы себе запрещаем творить. Это не то, что я не умею рисовать. И вот здесь начинаем с того, что мы снимаем, что я не умею рисовать, отбрасываем, выкидываем. и заменяем на то, что мне можно рисовать так, как я хочу, так, как я могу, так, как мне нравится, так, как у меня получается. То есть заменяем вот на это, и тогда вот эта фраза, что я могу рисовать, она уже становится неважна. То есть просто я могу, я имею право, я разрешаю себе, и тогда начинает получаться, потому что снимается критерий оценки, критерий того, что хорошо, плохо, насколько я нарисовала. Арт-терапия – это коллективная всё-таки история, может быть, небольшой группы, или индивидуальная работа строго. Изотерапия. Изотерапия. Я, на самом деле, долго искала художественную арт-терапию, там ещё что-то, поняла, что проще всего изотерапия, рисование, да? Нет, это может быть и групповая тема, это может быть и индивидуальная, в зависимости от запроса, потому что, опять, для чего мы здесь собрались, да? Я и там, допустим, человек персонально, он пришёл, он боится, он стесняется, он хочет вот прям вот это от это поле. Это один вариант работы, просто разный формат работы. Групповая работа – это совершенно другая работа, когда здесь действует динамика поля, я сейчас про энергетические такие процессы говорю, когда общий запрос, и на этом общем запросе решается, ну, как поднимаются все, да? То есть вопрос, вот есть сани, есть лошадь, да? Вопрос, эти сани из точки А в точку Б придут с одной лошадью или с пятью лошадьмями, как будет быстрее, да? Кто привезёт? И вот на групповой энергетике это всё происходит гораздо быстрее. А когда индивидуальная работа, да, есть сани, есть лошадь, и есть погонщик, который кнутиком погоняет, то есть направляет движение, чтобы это было эффективно. И это разный формат работы, и тот и другой не просто имеет право быть, я люблю оба формата, потому что человек, который работает в индивидуалке, и человек, который работает в группе, он получает самые, да, совершенно разные ресурсы в этом, и разную энергию. А каких результатов, может быть, добились ваши клиенты, ваши пациенты при помощи изотерапии? Пару, может быть, кейсов, пример какой-то? Да, пожалуйста. Самый мой такой пример, который мне обмашил флагом, когда ко мне пришла женщина, она тоже получа, и ей за 50 тогда было. Она, я, говорит, хотела всю жизнь, в детстве, ну, как в молодости, особенно рисовать, но на меня смотрели, типа, ты чем, не тем занимаешься. И тогда пришла ко мне на курс про уплошарное рисование, в результате она не просто стала рисовать, она сама стала преподавать по уплошарному рисованию. И, кстати, таких вот примеров было несколько, что после моих курсов начинают работать с детьми, потому что самый простой вариант, что со своими детьми, потом идут в мир, там, начиная в каких-то кружках в студиях, тем более мамы, которые в депрете, они хотят самореализоваться и раскрыться. И вот самый такой прямой путь к самореализации. Вот это один из вариантов, что происходит. Момент у меня после тренинга, допустим, «Твои деньги», ну, там еще и работа технологическая была с убеждением, с установками, девушка, которая прям вот стеснялась, боялась, вот прям, как это так, я простой учитель, что там может быть, да, что, как я могу там стать богатой, знаменитой. В результате она ушла с преподавания школы в сферу репетиторства, сократила свой рабочий день до трех дней и стала получать там чуть побольше денег. То есть получается почти в два раза сократила количество работы, но деньги остались те же и даже больше. И плюс она подошла к теме, что я готова инвестировать, да, тема, которая для меня, говорит, была вообще абсолютно закрытая, далекая. Вот оно пришло, внутреннее понимание, внутренний рост, что я готова, я могу, мне можно. И это не я какой-то там бывший учитель, а вот я достойна того, чтобы иметь вот это. И плюс там куча подарков все пошли, да, то есть она открылась вселенной и изобильная вселенная. Это вот то, что приходит на самое первое, самое простое. Но на самом деле есть еще куча примеров, когда можно отзывы у меня в шапке профили почитать, там как раз-таки приходят зажатые, и вот они выходят в состояние «мне можно, я могу». Вот эта самооценка повышается. Как можно измерить самооценку? Да никак, да, только внутренним ощущением. Но самооценка вырастает в разы, и после этого человек выходит в мир, и у него начинает трансформироваться жизнь, потому что он себе разрешает пользоваться теми возможностями, которые дает вселенная. И даже это касается денег, да, то есть материальная сторона здесь тоже затрагивает, не только духовное что-то. Да-да-да, здесь по поводу денег, вы посмотрите, какой механизм был, как это все работает. Это все не прямо, что я пришла, я хочу денег, хотя есть механизмы, и мы прорабатываем. Что мы нарисовать, да, чтобы получать больше денег. Нарисовать, но при этом все в голове сидит, почему мы не богаты, потому что мысли, маки нам мешают. На уровне энергии, дорогая вселенная нас любит, она изобильная, она подкидывает то, что мы хотим. Если мы хотим думать, что мы не можем быть богаты, она это и подкидывает. Вот если мы хотим думать, что мы можем иметь больше денег, пожалуйста, вот, и вот это мы все прорисовываем, прорабатываем, когда внутренние какие-то состояния, именно состояния прорабатываем, что мне можно иметь больше денег, мне можно не ходить на работу круглосуточно и не работать на двух работах. Вот, кстати, один из страхов, да, что если я буду иметь больше денег, то мне придется больше работать. Вот это ограничение, мне можно работать столько же и даже меньше за те же деньги, да, и оно приходит в наше разрешение себе, вселенная подкидывает возможности, там, подработка или что-то ещё, да, знакомство новое, через которое мы выходим, мы можем стабилизировать свои действия, и, соответственно, мы получаем больше денег за меньшее усилие, за меньшее количество времени. Интересно. Интересно. Да, я предлагаю сейчас всё-таки включить интерактив наших подписчиков, зрителей, кто смотрит, я смотрю, что многие остановились, действительно заслушались, и действительно что-то практически решить проблему, или с фарическими картами. Хорошо, давайте мы сделаем общий такой универсальный момент, я просто сделаю универсальный расклад, я его даю, может, очень быстро, а потом мы можем, допустим, какой-то один расклад проработать, чтобы я показала. Итак, сформулируйте у себя запрос, вопрос, который должен подразумевать, что однозначный ответ, либо да, либо нет, там сбудется, не сбудется, хорошо, плохо. То есть вот такого формата, я не буду вам запрос подказывать, просто сформулируйте, чтобы был ответ однозначно, либо да, либо нет. После этого, закройте глаза, желательно вслух произнесите вот этот запрос, почувствуйте ответ, что вот он есть, у вас сердце, он уже есть, вы просто его не видите, вы просто не чувствуете. И я вытаскиваю карту, и вы опять же смотрите, да, первые мысли, первые ассоциации, если первые мысли, чувства, эмоции положительные, значит, это ответ, да, значит, это будет сбудется, все будет хорошо. Если ответ, как бы, если ассоциация отрицательная, то либо ответ нет, либо вы еще не готовы получить этот ответ. То есть что-то нужно поменять в себе, и, соответственно, ну, как бы вот сейчас решения положительного не будет. Итак, кто готов, кто сформулировал вопрос, поставьте плюсик в комментарии, кто уже готов услышать ответ, поставьте плюсик в комментарии. Я сейчас настраиваюсь на вас. Я еще работаю с энергией, я обучилась эту хилингу, и уже шестой год практикую, не знаю, знаете, не знаете, что это такое. Это как раз-таки тоже работа с поли, работа с энергией. Я настраиваюсь, вот сейчас вытаскиваю карту, которая даст вам наилучший ответ для вас. Да. Итак, готовы? Помним, да, первые мысли, да или нет, то есть эмоция хорошая или отрицательная. Так, я сейчас... Первые мысли. И, кстати, можете дальше проработать. Вот такой момент очень важный. Кстати, можете сделать скрин экрана, и потом после эфира поработаете. Здесь какой момент очень интересный. Вы можете рассказывать историю. Вот она, метафора, да. То есть что такое, что я вижу, как это соотносится с моим запросом, как это поможет мне, то, что изображено на картинке или нет. То есть просто вы задаете такие вопросы и отвечаете сами себе. И лучше отвечать вслух. Потому что когда мы идем... Вслух идет, мы не даем себе мыслим разбрестись куда-то в сторону. И вот рассказывать историю, что происходит на картинке. Ну вот в данный момент я вижу по факту, да. У нас есть лестница, у нас есть дверь. Кстати, кто-то может увидит не лестницу, а дверь. Я не знаю, нагромождение ящиков или что-то еще. Сейчас я посмотрю. Дверь открыта, да. Это вот мои ассоциации. Я вам сейчас расскажу свою историю. Я, правда, без запроса работаю, но тем не менее. Дверь открыта. А свет? Если свет, то возможно, это как раз-таки показатель. И лестница – это рост вверх, это шаг вверх, это выход, да. Дверь – это выход. Выход, тем более, если есть у нас там свет на картинке, да, из дверей, то это конечно вариант решения «да». И вот такую историю я себе рассказала, что могу успокоиться, что все-все произошло, я получила ответ. Это один из вариантов работы с вашим желанием. Мы можем еще пойти дальше и задать себе такой вопрос. Есть у меня как-то, называется «ресурсы и силы колодок». И такой вопрос, что мне поможет на пути решить эту проблему, да, или быстрее получить вот то, что я хочу, что мне, что будет являться мне поддержкой. Здесь я разные, смотрите, какие разные вопросы выдают, потому что на них может быть разный ответ. Выбирайте, какой вам больше нравится вопрос, что будет мне ресурсом поддержки, что мне поможет на пути, там, что мне нужно делать, чтобы я получил то, что я хочу. Вот три запроса, выбирайте бой. Я сейчас выберу три карты, нет, давайте выберу одну карту. И, соответственно, я, вы также отвечаете, также выстраиваете историю, рассказываете историю, что вы увидите, хорошее, плохое, и в связи с вашим запросом, просто вот отвечаете на вопрос. Сейчас я в эту карту, нет, дверь. Вот, посмотрите, что мы видим, мы можем рассказать историю, да, вот там, у меня сразу пришло, что это ловец жемчуга. Хорошо, вот здесь тоже, вот, это моя фраза, это моя история, ловец жемчуга. Можно прицепиться к слову ловец, можно прицепиться к слову моря, можно прицепиться к слову, он меняет, погружается на дно, и вот, типа на дно и опускается. Жемчуг, да, для кого-то это вот, жемчуга, это хорошее, там, изобилие, или что-то еще, а для кого-то, я знаю, просто такое, поверьте, что человек, даже не хорошо, да, у кого какая ситуация, какая мысль всплывет, за это мы цепляемся и рассказываем себе историю. И не просто история, а она отвечает на вопрос, связанный с вашей историей, с вашим запросом, как это соотносится с моим запросом, какие связи тут есть. И мы хотим, не хотим, наш мозг, он такой хитрый, он такой умный, он выстроит цепочку, он найдет связь, и дадут настолько четкий ответ, что это будет прям вот только под вас, про вас, и вот именно ваше. То есть вы помогаете выдастить правильный ответ. Да, да, да. Это вы слушаете готовые рисунки, это у нас сейчас с вами такой экспресс-вариант. Вы можете, у меня в шапке профиля есть ссылка, у меня там много ссылок, и в частности записи прямых эфиров. Вы, кстати, можете посмотреть, там, у меня есть много роликов, где я прям для начинающих, где все просто и понятно, можете рисовать. А можете посмотреть записи прямых эфиров, где я как раз таки рассказываю, мы какую-то одну проблему, один вопрос берем, рассматриваем, и уже сами рисуем, и с помощью рисования мы решаем проблему, да, потому что карта – это быстрый вопрос. И здесь важный момент, что быстро я хорошо, я нашел ответ, а дальше что? А дальше что делать, да? Это раз. И второе, даже если я думаю, что мне поможет, что будет моим ресурсом, я могу этим не воспользоваться ресурсом, потому что внутренне я не готова. И вот для этого как раз таки нужна рисовальная арт-терапия, нужно ручками порисовать, потому что когда мы рисуем в процессе, у нас происходит просто, ну, во-первых, лист – это пространство, вот наше жизненное пространство, проекция, да, и что мы рисуем, оно происходит, особенно при соответствующей настройке. Это первый момент. Второй момент – мы настраиваем как дружный мозг и тело. Вот как раз таки я могу, мне можно. Пока я рисую, что я могу, это возможно для меня, использовать там жемчуг, и, не знаю, ко мне придет ловец какой-нибудь, высший сил, я верю, что мне помогут. Я верю в это. То есть пока я прорисовываю, происходит то, что наш мозг, это как аффирмация в действиях, закрепляется, да, наш мозг начинает в это верить, наше тело начинает в это верить, и тело перестанет сопротивляться. Потому что, если тело сопротивляется, возникает психосоматика, болезнь тела, те или иные болячки, причем самые разные, в зависимости от уровня, от тепени сопротивления. Если у нас там обиды, гложи, да, то это вот и горло, и различные опухоли, и прочее, потому что мы держим все это в себе, да, мы не хотим видеть это, проблемы с глазами. А если же тело, мы снимаем внутреннее напряжение с тела, да, телу мы даем разрешение, что можно по-другому, даем как бы нахоматься, оно начинает верить в другой сценарий развития, и все начинает меняться волшебным образом. То есть мы открываемся на уровне энергии, и Вселенная начинает с нами синхронистично дышать. Синхронистично давать какие-то вот именно возможности, подсказки и события создавать. Давайте почитаем там, что-то писали. Да, писали, можно придумать себе что угодно. То, что хочешь, то, что не в пакет, не в пакет. То, что хочешь, то и будет, не факт. Ну, вы знаете, это вы, значит, себя убедили в голове, очень глубоко лежит утверждение, что я не верю, что это возможно. Ну, говорят, что желания дают нам возможность выполнить. Конечно, все, что мы хотим в нашей жизни, все, о чем мы думаем, оно все исполняется. Даже не только желание, не только желание. Все, о чем мы думаем, все сбывается. Я при этом привожу вот такой вот метафор. Да, представьтесь, что мы думаем что-то. Это наши мысли, они имеют какую-то энергию. Мы их изучаем. И наше пространство, наша Вселенная, хотите, она вот шарит, да, и вот мы изучаем это, вот это все изучаем, и вот мысли отображаются, отражаются, от стенок отскакивают и возвращаются назад, но при этом размноженные от удара, они размноженные. И вот поэтому получается, на каких вибрациях, на каких мыслей, какие мы с вами то мы получаем назад, то дорогая Вселенная нам дает. То есть вот такая метафора, она очень наглядная, и она действительно отражает, я в это верю, и это мне помогло, что все это происходит. Если я начинаю плохо думать, я начинаю размножать вокруг себя низкие вибрации, плохие мысли, плохое состояние, это вот тяжело. Я начинаю себя плохо чувствовать, и окружающие это видят, и начинают тоже вот подтягивать такие вот низкие сущности, с низкими мыслами. Да, здесь можно вспомнить позицию же, я вушник, которая постоянно пытается на, скажем так, как мужчины, мужчины, не хотели, просто притягиваясь, притягиваясь. Треугольник армана притягивает. Если девушка не проработала, какие дары ей несет эта ситуация, какие уроки, то ей будет сложно выбирать, переходить на другой уровень развития, на другое качество отношений. Кстати, с помощью тех же метафористических карт, тоже можно прекрасно найти в чем дар этой ситуации, тоже можно выкопать, потому что вот эта тема, что я не знаю, да, когда начинаешь работать, что как ты думаешь, в чем тебе выгода? Я не знаю, это же так все плохо, но на самом деле там все плохо, все ужасно. Хорошо, а какая там вторичная будет? Тоже все плохо, все ужасно. Я понимаю, что как бы, ну, начинаем разбираться, что с одной стороны это может быть две, как бы более высшие уроки, которые мы человеческими глазами не можем понять, да, там, кармический урок, кармические законы. Но это вот, это вот подбрасываем, мы работаем здесь сейчас с физическим телом, потому что, по сути, возможности всем даны, да, мы все равны, мы можем вырваться, это наш выбор, вырваться или нет, продолжать это отношение или нет. Потому что даже если сирота-сирота, казанская, она может все равно что-то сделать, изменить свою жизнь, если есть, если есть, тогда это усилие. и что, а для чего это было дано, чтобы как раз-таки выросла душа, прошла эти уроки, стала духовно лучше, выше и простила всех тех, которые обижали Богу, и привели в плохой ситуации. Вы, Анна, вы подписываете онлайн или оффлайн тоже? Я работаю в основном онлайн, у меня просто маленький ребенок, поэтому я была всегда точно в онлайне, но сейчас уже все больше выхожу в оффлайн, провожу мастер-классы, какие-то либо индивидуальные консультации, Москва, Подмосковье, приходите, обращайтесь с удовольствием, но опять же говорю, вот с появлением интернета все настолько стало проще и легче, потому что без выхода из дома сокращает ровно количество времени. Я вот за то, что если есть возможность решить все это онлайн, лучше решить онлайн. Да, кстати, я помню зрителям, чтобы задавали вопросы, какие у вас есть проблемы, может быть, и мы каждое решение, потому что я так понимаю, что они в прямом эфире решают очень сложные задачи. понятно. А вот что-то такое, ну, просто не потому, что у меня страшный опыт, есть опыт разный, причем был опыт, что не однажды, да, что приходили девушки, у них не получалось иметь детей, работа замечательная, несколько человек растут и радуют своих мам и пап. Да, то есть даже такие вопросы можно решать с помощью и арт-терапии, с помощью хилинга. я здесь работаю получается не просто работаем с энергией, эти вопросы, верю я, что у меня могут быть дети, здоровые дети, или не верю, да, вот тоже меняем. Что значит работать с тунисистацией, смотрите, во-первых, понять, для чего она была дана, то есть какой дар, какой рост, какой опыт себе заложили, да, какой урок. Меня обижали родители и, соответственно, мой высший урок это прощение, все прощения, потому что родителей простить нельзя или простить можно, но они вот, ребенок растет, родители в детстве боги обижают. Вот, и поэтому, когда боги обижают, возникает позиция жертвы, возникает не только на родителей обида, но и на людей на небо вообще. Весь мир обижает вот такая вот получается широкая спектр действий родительских обид. Это первый момент. Но там может быть недоверие к мужчинам или что-то еще. И поэтому урок такой, что урок прощения. Простить, во-первых, во-вторых, поверить, что любовь возможна, общечеловеческая, не только любовь к себе, целость к себе, потому что это высший такой большой огромный ресурс, силы, что я люблю себя, я верю, что я достойна любви. Если родители не любили, то сложно поверить, что я достойна любви. Если родители обижали, то тоже сложно. Вот в этом урок, в этом задача. Проработать ту или иную ситуацию. то есть я простила и я любую себя, я действую с позиции любви к себе. То есть я не разминяюсь на какие-то мелочи, я не позволяю, чтобы меня оскорбляли. В моем обществе мы терялись, я не позволяю носить обноски, потому что я люблю себя, и чтобы я носила какие-то грязные вещи или обноски, я это не позволяю. Я не позволяю любви, потому что я себя уважаю, значит я слежу за тем, чтобы меня окружало хорошее пространство, которое меня наполняет. Вряд ли можно сказать, что грязь она наполняет. Хотя это тоже может проработать в каких-то ресурсах. Напишите, понятно мне, что значит проработать. Ответ понятен, что значит проработать ту или иную ситуацию. То есть да, иди так, чтобы эту ситуацию не не повторяйся. И стать счастливее, потому что мы прошли эту ситуацию. У кого есть еще такие? У меня вот есть вопрос, если, допустим, человек приходит, и он будет чувствовать себя счастливым, какую-то проблему не может идентифицировать. Как идея будет рисовать проблему? Здесь мы смотрим на того, какой у нас формат. групповая не групповая, потому что очень часто говорят, не так не знаю, что хватит, но чувствуют, что-то происходит, а что не знают. здесь важно эмоции, вытащить, что у нас, да, когда происходит с нами. Можем просто прорисовать чувства. Здесь важно выплеснуть. чем хороша терапия, чем легкарное решение, мы не можем опознать многие вещи. Мы не можем опознать многие вещи, когда ребенок не может рассказать, что происходит. Вот мы точно так же, как потерявшийся ребенок, мы скорее состояние маленького ребенка, и мы пырем и вытаскиваем, выливаем наши чувства на бумагу. Можно это сделать с помощью автоматического письма, это тоже будет вид арт-терапии, когда я пишу все, что чувствую. Знаете, даже все мысли, которые приходят, у меня была и с помощью красок мы выливаем, мы выливаем до состояния некоторого опустошения. Опустошение это некий вакуум, который сильно пустоты заполняет. Мы с этим вакуумом начинаем работать. Ага, вот сейчас следующая мысль, которая пойдет, следующее чувство, внутренний импульс, куда мне обратить внимание и сзор, зачем работать. Мы это и работаем. Сначала освободиться, вытащить всю грусть, непонятность. Тут, кстати, тот же антистресс, тоже как вариант. Это вот универсальная техника. Все, что непонятно, берем, рисуем, прорисовываем чувства, мысли, эмоции. Наша задача сфокусироваться, что я отдаю все непонятное. Я отдаю, что я себя плохо чувствую. когда появляется вроде все. Окей. Следующее. Мы же живые люди, у нас получается, что когда мы по циклу отдали, и пойдет вопрос. Вот это грустно, какая мысль появляется, что я хочу решить. Можно даже до начала, что ага, я сейчас освобождаюсь от того, что внутри меня, и пожалуйста, дорогой мозг, сделай мне подсказку, на что мне обратить внимание после того, как я освобожусь от своих чувств, эмоций и непоняток. То есть и в процессе, пока я освобождаюсь, сознание, организм работает, и да, как появилась дырочка временная вакуум, то следующий будет именно тот момент, тот вопрос возникнет, на который следует обратить внимание, который наиболее актуален. А можно сделать быстрее, я опять же беру мифорические карты и говорю, с чем мне следует поработать сейчас, с какой проблемой, на что следует обратить внимание. Я вытаскиваю карту, и там что пошло, какие ассоциации мысли возникли, работаем с этим. Делок несколько, смотрим на время, на состояние, потому что иногда бывает, что такое состояние, вот прям очень плохо, очень тяжело, надо от него освободиться. И работаем с ним. Ну, чтобы интерференцией нужно все-таки терапевт, то есть нарисовать все, что хочется, и потом что с этим делать, и так получится. Все-таки да, хотя есть какая-то первичная у меня есть тренинг по сферотерапии, там можно провести первичную диагностику, если есть понимание, если есть желание, можно интерпретировать, задавая определенные вопросы. Вот почему арткоуч, да, это изобразительный коучинг, из-за задавания вопросов коучинг. И здесь задавая определенные вопросы, можно интерпретировать любой рисунок, даже в домашних условиях. Да, вот я там читала, сейчас у нас не могу обижать, обновки, многие доношивают вещи, это проблема. Здесь смотрите, вопрос, какие обновки, я, обновки, смотря какие обновки, есть такие обновки, что даже достаточно их носить, да, это первый момент. Второй момент, ну, просто качество, смотрим, что мы одеваем себя. Опять же, здесь, я проще сказала, можно носить неделями одну и ту же, там, не знаю, футболка, она вся грязная, она желтая, она в жирных пятнах и прочее. Я, честно, я не думаю, что это является уважением к себе, привлечением любви к себе. Вот этот момент, и про обновки, говорю, они тоже разные бывают, и здесь даже, как бы, обновки, да, сносилось, само слово, я цепляюсь на ноги, потому что каждый человек подразумевает разные под обновками, а есть просто поношенные вещи, б.у. вещи, кто-то носил, ну там, особенно детская тема, да, что выросли и не успели сноситься, а обновки это слово сносить. Вот ничего страшного, я в этом ничего позорного не вижу, особенно, говорю, детские вещи. Анна, мне очень нравится, что вы учите техники самопомощи, что человек может быть, что терапевт в каких-то интимных вопросах может быть, может решить потом свои проблемы сам. Да, действительно, так, и моя миссия, да, нести с помощью творчества, разбивать внутреннюю свободу в люди, а терапевт как раз творчество. И здесь нельзя, если допустим, в Америке нормальной практикой является ходить психотерапевтом, то у нас это ещё всё-таки запрет внутренней табу, как это выносить личные проблемы. И раз у нас закрыто, оно действительно закрыто. Посмотрите, кто у нас улыбается в метро, автобусе вообще в окружении, да, идёшь по улице, но и поэтому возникает необходимость, ну, не возникает, она есть, проблема, самому себе помочь здесь и сейчас, когда ещё до секунды доберусь. А мне нужно быстро оп-оп, и вот, чтобы мне стало хорошо убрать этот внутренний стресс. Поэтому я рассказываю, даю техники, которые не может, независимо от того, умеет рисовать, не умеет рисовать, у меня более широкая направленность. Прорисовать это вот отдельно, да, кто хочет уже самовыражаться. А вот помочь себе, быть счастливым, это я подписываться, буду рада, изучать, там очень много полезного. И я надеюсь, что вам поможет найти какие-то ключики к себе, к своей внутренней свободе, потому что внешняя свобода может быть замечательной, там вот я хочу халвоем, хочу пряники, а вот если мы что-то запрещаем себе, что-то в чём-то ограничиваем, скованность чувствуем, то внешняя свобода это вот картинка, к нам отношения не имеет, да, чувство свобода, чувство счастья, чувство внутреннего полёта, это первичное, потому что мозг, то, что думает мозг, это вторично, мы живём, мы на инстинктах, бежать, прятаться, или что-то ещё, или вот можно расслабиться, отдохнуть, это чувство, а потом мозг интерпретирует то, что происходит, поэтому будьте свободны, будьте счастливы, и делайте вот для этого всё, что надо вы просто выпить внутреннюю санта.